Кто не любит драться, тот просто не пробовал. Это у нас в крови. Переходи по ссылке в описании и выбирай, кто выйдет победителем из октагона. Пари и матч дарят денежные бонусы на ставки и билеты на первый турнир UFC в Москве. Регистрируйся, вноси депозит и не пропусти это супер событие 15 сентября. Ссылка в описании. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики канала Red Fury MMA. Сегодня в выпуске мы поговорим о главном тренере Хабиба Нурмагомедова. А также попытаемся разобраться, кто же он такой, новый соперник с забитым Магомед Шарипова. Ну а мы начинаем. Начнем по порядку. Так Хабьер Мендес абсолютно не скрывает правду о том, что у Хабиба слишком мало шансов против Макгрегора побиться в стойке. Такими мыслями он поделился на одном из шоу с Ариэлем Хельбани. И вот что он говорит. Я считаю, что Макгрегор лучший ударник в UFC. Он невероятно расслаблен, подходит к поединку как ученый, читает соперника и знает, как заманить его в ловушку. Но прежде чем ты поймешь, что уже оказался в ней, он отправит тебя спать. На мой взгляд, Конор мастер в том, что касается искусства ведения боя. И у него есть навыки в партере. Он хорош во всем. Я не игнорирую то, насколько Макгрегор хорош. Я готов как всему. Он отличный боец. У нас нет столько времени, чтобы подготовить Хабиба. Драться с Конором в стойке это просто невозможно. Поэтому я не буду говорить, ох да, мы будем готовы. Да ладно вам, очнитесь. Это просто не сработает. Мы должны использовать наши сильные стороны и найти способы заставить его проявить свои слабости. Это классический бой ударника против грэпплера. Учтите, что они оба могут бить и оба могут бороться. Просто один лучше другого в том или ином аспекте. Мы лучше в грэпплинге, а Конор в ударке. Но это не значит, что мы не будем бить. Это значит лишь то, что он лучше. Вот и все. Вопрос в том, кто навяжет свою игру. В первых двух раундах поединок с Яквинтой Хабиб дрался именно так, как мы и хотели. Но что было в третьем? Он попытался провести одиночный тейкдаун, хотя никогда такого не делает. Он всегда выстраивает свои переводы один за другим. А затем он начал просто комфортно для себя расстреливать Яквинту джебом. Содрал высоко подбородок, не двигал нормально головой. Делал все, что не следовало бы делать, но все равно перебил Яквинту 4 к 1. Хабибу было удобно драться так, но я не одобрил это. Я сказал ему, чтобы больше он так не делал. И потом он провел еще пару раундов в таком стиле. В конце концов я сказал ему, «Видимо, ты не будешь слушаться меня и своего отца, ну хотя бы сделай мне одолжение. Работай наполовину так, как тебе хочется, а наполовину так, как мы просим». И он согласился. И в пятом раунде снова повалила Элла и дрался в стоке, как ему хотелось. Я могу припомнить несколько раз, когда Хабиб делал не то, что я хотел. И то же самое будет в поединке с Коннором. И Коннор будет делать то, что он захочет, сомневаясь, что Джону Кавани удастся контролировать его. Слушайте, это два великих бойца, и они будут делать свое дело. Задача тренеров – приготовить их настолько, насколько это будет возможно. Но придет время боя, и они оба будут делать, что захотят. «Насколько я знаю Хабиба, он запросто может захотеть подраться с МакГрегором в стойке, а я буду орать до позинения, думая, что же он делает. Если Хабиб захочет этого, то решит сам. Но, конечно, я против этого, не хочу связываться с МакГрегором в стойке. Он слишком хорош», – сказал Мэнтос. А как вы считаете, дорогие друзья, если Хабиб не будет слушаться своего тренера или же отца, аукнется ли ему это? А теперь самая прекрасная новость сегодняшнего дня. Американский полулегковец Брэндон Дэвис заменит травмированной Ейре Родригеса в поединке против забитого Магомеда Шарипова на UFC 228 в Далласе. Хотя официальная UFC не давала никаких комментариев по этому поводу, то, что в бою будет, подтвердили оба бойца в своих социальных сетях. Ну а мы попытаемся разобраться, кто же он такой Дэвис Брэндон. Ему 28 лет, а в UFC он попал через шоу Дану Уайтах. Ну а там его судьба сложилась не очень хорошо. В проведенных трех поединках, в двух он потерпел поражение. В своем дебюте он попал на бывшего соперника, забитого Магомеда Шарипова, а именно на Кайла Бочника. И этот поединок сложился не очень для бразильского бойца. Он потерпел поражение, а следом он вышел на бой на коротком уведомлении и выиграл его убедительным решением. После этого Дэвис вновь потерпел неудачу, проиграв решение Энрике Барзоле. И вот сейчас он снова выходит на коротком уведомлении, чтобы сохранить этот бой на UFC 228. В общем, парень идет, чередуя поражения и победы. Ну а нам просто остается догадываться, кто же выйдет победителем. Но в любом случае, будет приятно увидеть Забита снова в деле. А вы как думаете, дорогие друзья, как пройдет этот бой? Свой комментарий оставьте внизу под этим видео. А с вами был RedFuryMMA. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всегда будьте в курсе событий из мира смешанных единоборств. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok